Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире цены Западной Армении Эдуардо Эрнекян. Вопросы армян в Западной Армении. В 2005 году Россия должна покинуть Арцах Эрдоган. В Карсте разрушены армянские надгробия с крестами. Полная блокада перенесла проблемы в совершенно другое русло. Глава общины Кол Атак. Церковь в районе Гадрута теряет свой первоначальный вид. В рамках программы «Век армянского кино» в регионах Армении будут показаны фильмы. Сыны Западной Армении Эдуардо Эрнекян. Эдуардо Эрнекян – один из самых успешных предпринимателей Латинской Америки. Компания Эрнекяна занимается инфраструктурой, сельским хозяйством, энергетикой, розничной торговлей и банковской деятельностью. Аргентинский бизнесмен армянского происхождения, национальный герой Армении Эдуардо Эрнекян родился 4 декабря 1932 года в Буэнус-Айресе в семье армянских иммигрантов. Семья Эрнекянов основала текстильное предприятие. Эдуардо Эрнекян не была женат, детей не имеет. В списке самых богатых людей Аргентины 90-летний предприниматель находится на втором месте. Его состояние в 2013 году составило 1,8 миллиардов долларов США. Под контролем Эрнекяна находятся 49 аэропортов мира Аргентина, Италия, Армения, Эквадор, Перу, Бразилия и Уругвай, имеющих участок более тысячи квадратных километров. Самым известным предприятием Эрнекяна является компания Аэропортус Аргентина 2000 и Корпурашен Америка. Бизнесмен также владеет телевизионной сетью Америка ТВ, четырьмя радиостанциями и финансовым журналом Эл Крониста. 21 сентября 2017 года Эдуардо Эрнекяна было присвоено звание национального героя Республики Армения. Вопросы армян в Западной Армении. Как тысячелетия назад, так и сегодня абрикосовое дерево продолжает оставаться основным плодовым деревом, распространенным в Армении. Тиранене – известное армянское дерево библейской земли. Село Акурий на склоне Мецмасиса, который легенда связывает с именем предка нового человечества Ноя, одно из древнейших армянских поселений. Село было разрушено после произошедшего землетрясения 20 июня 1840 года. Спустя три года после землетрясения в 1843 году немецкий путешественник, натуралист Морец Вагнер и Хачатур Абувян поднимаются в село Акурий. Землетрясение не оставило ни следа от села Акурий, однако 13 абрикосовых деревьев в зновенитом саду остались невредимыми. Такое чудо имеет место лишь в армянском мире, удивленно восклицает Вагнер. Все пропало, почти ничего не осталось, но мощное землетрясение не повредило армянские абрикосовые деревья Тиранене. В этом есть могущая символика. Абрикос – символ армянской земли. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдуган на пресс-конференции после саммита НАТО в Вильнюсе заявил, по договоренности лидеров БАГО Армении и России, российский миротворческий контингент должен находиться в азербайджанском регионе до 2025 года, пишут бакинские СМИ. В 2025 году Россия должна покинуть территорию. Я верю, что Россия останется верной соглашению, заявил Эрдуган, отвечая на вопрос журналиста о российских миротворцах. Эрдуган добавил, Алиев также внимательно следит за данным процессом. Правительство Западной Армении, касаясь заявления Эрдугана, заявляет, глава чужого государства не имеет права вмешиваться во внутренние дела независимого государства Западной Армении. Созданная по госам Нубарам в 1920 году государство Армении признана также Турцией, которая была независима, но не по сегодняшним границам. Арцах – провинция независимого государства Армения. Никто не вправе вмешиваться во внутренние и внешние дела государства Армении. Мы прекрасно понимаем, Эрдуган, Алиев и остальные ждут нового геополитического разделения 2025 года. Для реализации они готовы на все. Весь армянский народ помнит, как Турция осуществила свое государство. Мы помним и никогда не забудем погромы, осуществленные Турцией против армян 1915 года, как и погромы 1919-1920 годов в Шуши. Уверенный тоже может повториться в любой момент. Нация готова противостоять и восстановить наши законные права всей территории государства Армения. В Карсе замечены надгробия и разбросанные кресты, большая часть которых находится в разрушенном состоянии. Об этом сообщает турецкое информационное агентство ИХЛАС. Согласно источнику, для строительства новостроек, начавшихся несколько лет назад в городе Карс, был опустошен квартал Учлер, где могилы с крестами день от дня уничтожаются. Часть из них разрушена искателями сокровищ, другая часть взята под охрану местных жителей. На месте, известном как Армянское кладбище, были найдены надгробия разного размера, на которых выгравированы кресты. Местные жители отмечают, в этих краях есть разрушенная церковь, считая, что подобные исторические экспонаты могут быть выставлены в каком-либо музее, тем самым способствуя развитию туризма в регионе. Полная блокада значительно изменила жизнь общины Колотак, Мартакерского района, республики Арцах, переведя проблемы в совершенно иную плоскость. В беседе с корреспондентом Арцах Пресс глава общины Сериан Аванесян отметил, до навязанных тяжелых условий в селе наблюдалась определенная активность. Паломники разных населенных пунктов Арцаха посещали исторический монастырь Акопаванг административного района Колотака. В последнее время из-за проблемы с топливом эта активность также исчезла. Зимний период с прошлогодним урожаем и имеющимися запасами мы как-то преодолели. В определенной мере проблемы с продуктами решаются с помощью талонов. Сегодня возросла проблема и с топливом. Работа по весеннему посеву при государственной поддержке удалось выполнить. Семена и топливо доставлены вовремя. В этот сложный период несомненно радует, что жители нашего села поддерживают друг друга, протягивая руку помощи, когда в этом чувствуется необходимость. Переселенцы, поселившиеся Колотаки в центре нашего внимания, обобщил собеседник. На видеоролике, размещенном в интернете одним из азербайджанских пользователей, видно, что на территории монастырского комплекса Кавакаванг в оккупированном Гадрудском районе ведутся строительные работы. Об этом сообщает сайт Monument Watch.org мониторинг культурного наследия Арцаха. С 12 по 14 октября 2020 года в окрестностях Кавакаванга шли интенсивные бои. Территория подверглась артиллерийскому обстрелу. Бакинские военные использовали церковь как военную базу, в результате чего орнаменты и надписи на армянском языке значительно пострадали или были уничтожены. О состоянии церкви после 44-дневной войны до появления данных видеороликов информации не было. На видеозаписи видно, что церковь и окрестность значительно пострадали от обстрела противника. Имеются разрушенные участки, осыпались камни, повреждена крыша. Исчез хачкар в память азотомартиков, установленный рядом с церковью еще в 1915 году. Вполне вероятно, что хачкар был уничтожен бакинскими военными. Отметим, бакинская сторона вовсе и не скрывает свое отношение к установленным с 1994 года крестам хачкарам, различным памятникам и новостроенным церквям. Бакинская сторона выровняла территорию вокруг церкви, запсыпав землей. Судя по технике, строится новая асфальтированная дорога к церкви. Наиболее тревожным являются работы внутри церкви и на крыльце. Значительно повреждены вход в церковь, почти исчезли декоративные карнизы. И, конечно же, дешевый пропагандистский трюк, назвать церковь, построенную армянами в 1742 году и носящую армянские надписи, албанской. Наша реакция. Отметим, что в соответствии с гаакским постановлением о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года конвенции и ее дополнения 1954 и 1999 года, согласно протоколам, запрещается использовать культурную ценность в военных целях. Согласно гаакской 6 статье 2 протокола 1999 года запрещено превращать культурные ценности в военные объекты. В статье 15 второго протокола пункта Б и В такое деяние квалифицируется как военное преступление. Стоит напомнить, что Международный суд Гаги по становлениям от 7 декабря 2021 года запретило осквернение армянских церквей. Баку обязан принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия. По резолюции ПАСЕ-2583 отрицание факта армянства, армянских культурных ценностей и их принадлежность к Аквану признано азербайджанской выдумкой. При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Национальный киноцентр Армении в рамках юбилейной программы «Столетие армянского кино» с июля по ноябрь представит региональную программу «Век армянского кино». Цель программы – популяризация армянского кинонаследия и современных фильмов в регионах Армении. Для показа отобраны около 100 армянских полнометражных и короткометражных классических и современных фильмов, анимационных, документальных, игровых, в том числе восстановленные версии армянского киноматографа. Кинопоказ в основном пройдет в областях и областных центрах, где возможности организации кинопоказов нет. Программа пройдет в 10 областях Республики Армения, в школах, культурных центрах на открытых площадках. Программа даст возможность широкомасштабной популяризации кинохроники и современных фильмов, привлекая различные слои общества, где каждый найдет интересующий его анимационный, документальный или художественный фильм. Одним из важных нюансов программы – субтитры фильмов на английском языке, что даст возможность иностранным посетителям, находящимся в Армении, ознакомиться с классикой и современными фильмами армянского кино. Это имеет предметное значение для интернационализации армянского киноискусства, трансляции с различных сетевых платформ. И в завершении новостей послушаем армянскую народную песню «Сосну Ахеткарвин» в исполнении ассамбля «Ганзасар». Сосну Ахеткарвин «Сосну Ахеткарвин» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!